Здравствуйте, дорогие друзья! Сразу же оговорюсь, я не являюсь профессиональным сантехником, решил лимон сделать у себя самостоятельно. В некоторых случаях прибегаю к профессионалам, но иногда понимаю, что им сложно в этой некоторой ситуации решить самостоятельно. Что же случилось у меня? Сразу же расскажу, это видео посвящено тому, как соделать отверстие в чугунной трубе, отверстие, возможно, было для ревизии, потому что здесь проходит у меня чугунная труба, либо здесь дом дореволюционный, либо здесь стояла, может быть, еще какая-то раковина, может быть, вот какой-то был, точно сказать не могу. Не хочу долго тянуть ваше время, расскажу задачу и ситуацию, с которой я столкнулся. Устанавливаю у себя ванну, вот я ее делал, небольшой мусор, прошу прощения, процесс еще идет, если там дальше видите, пластиковый отвод уставлен в чугунную трубу. Чугунная труба уходит, приходит сюда, и здесь я обнаружил лужу. Слава Богу, линолеум у меня сплошной, и вода потекла сюда. Как только я установил ванну, обратил внимание, что при полонабранной ванне образуется небольшая лужица. Что же делать? Подумал я, открыл я линолеум, посмотрел. Да, там чугунина, если вы посмотрите. У меня есть фотографии, как это было до того, как видео я решил сделать по той причине, что, перелопатив все видео в интернете, все дзены, не нашел решения. Был в магазинах строитель, четырех безымянных магазинах строительных, Лева Мерлен. Смотрел в интернете, смотрел дзен. Как закрыть отверстие в чугунной трубе, везде рассказывается, как залатать трещину. А если у вас труба погружена, в пол, и вам не хочется раздалбливать все и менять на пластик, что делать в этой ситуации? Были предложены разные способы. Через чулок с цементом, с канцелярским клеем, жидким стеклом заделывать. Внутренне, долго и непонятно. Что же было у меня? Обратите внимание, когда я открыл вот это отверстие, я увидел, что там была вот такая вот затычка. я подумал, дерево, ну, может быть, со временем дерево рассохлось и стало похоже на пробку. Вряд ли пробка будет вставлена. Заходя вперед, захожу вперед, скажу, что, да, по-моему, это была все-таки пробка. И не по-моему, а точно. Обратите внимание, какое решение нашел я. зашел в магазин FixPrice, купил за 249 рублей бутылочку с такой заблужечкой, как вы видите здесь. Потому как несколько дней подряд я пытался делать, ну вот, далеко не ходить не будем, вот от этого брусочка я отпилил вот такое и пытался вставить туда. замотал ликопластной изолентой, подумал, может, это разойдется, ничего не получилось. Сильно разбивать эту ситуацию нельзя по той причине, что чугунина может лопнуть. Это, кстати, я понял тогда, когда я пытался двигать вот такую же там дальше и при ударе вот сюда чугунина трествовала. Теперь с чугуном я работаю очень ласково и нежно. Максимум, что я могу, это по вот этой пробочке ударить вот так, чтобы она забилась. Так вот, что же сделал я, какие решения еще у меня были. В магазине для Руа Мерлен приобрел я вот такую штучку. Но, если вы засовываете ее в отверстие 5 см, то, даже если она маленькая, она, во-первых, если большая, она перекроет вам все движение. не даст решения, то есть сочиться не будет. Что же проходило здесь? Здесь, поскольку была вот такая пробочка, она со временем рассохлась. Если долго вы не употребляете, ну, полную ванну не убираете. Тем более, что этой пробки, ну, я думаю, что 50 уже, потому что около 40 лет я здесь нахожусь и не сталкиваюсь с этой проблемой. Заглушку видел, когда я делал ремонт, но ничего с ней не делал, потому что есть и есть, иначе так и надо. Теперь я понял, для чего она была. И решение было такое. Это не помогает. Вот такая она была в начале. Это не помогает. Надо тогда найти пробковое дерево. Искал в интернете. Нету. Заглушки есть для каких-то труб, еще для чего-то. Звонил умным друзьям, которые работают в запчастях строительных, даже профессиональных строительных. Мне они говорят, что это прошлый век. Такого невозможно. Это надо менять или еще что-то такое. Но это же не решение. Поэтому, зайдя в фикс прайс, я купил пробочку, вернее, купил вот эту бутылочку за 249 рублей. Пробочку пришлось немножечко подточить брусочком. Не брусочком, вернее, ручной дрелью и насадкой, пошлифующей насадкой на конус, которую я вот так вот по периметру пообточил, потому что 5 сантиметров ширина, которая была здесь, хотя и отверстие было около 5 сантиметров, вплотную не входило. И дальше при помощи вот этого брусочка я забил вот туда. Смотрим результат. Кстати, хочу вам сказать, при помощи кросика меня 3 пробивал, думал, ну, может быть, проблема в том, что трос забит, вернее, тросом можно что-то прочистить. Нет, ничего не помогало. Ванна набирается, когда практически полная, чугунина, видим, набирается водой и идет обратная тяга, то есть с пузырями, с воздухом, вода возвращается и сочилась вот здесь. Тут накапливалась небольшая лужица. Почему я так подробно рассказываю? Потому что я, как непрофессионал, столкнулся с этой проблемой и, просмотрев около 20 или 30 видео, везде латают чугун, но не решают вопрос с закрытием отверстия доступа к ревизии, либо с отверстием в фановой трубе. Везде это называется вроде так, а по факту никто такого не делает. Есть также решение клеем, новый китайский клей, можно какой-то заказать, который смешивается двухкомпонентный, им замазать. Но, видите, тут неровность, тут надо защищать очень хорошо. Не факт, что будет так, как должно быть. Поэтому нет лучшего решения, чем пробковое дерево, то есть пробку забить туда. Пробка, насколько я знаю, она расширяется. Лет на 30-40 ему хватит. Буду рад, если мое видео вам понравилось. Ничего мне не нужно. Главное, чтобы это пошло вам на пользу. Чтобы кому-то так же пригодилось, как мне. Чтобы вы набрали в интернете, как заделать отверстие в чугунной трубе либо доступа к ревизии и сразу же пришли к правильному решению. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова